Рассказать людям о перспективах развития района и получить обратную связь от жителей. Основные цели – совещание Балаклаве, говорят организаторы. Среди первоочередных заданий – развитие транспортных артерий, соединяющих район, поддержка сельской зоны, восстановление стадиона Горняк и ещё целый ряд проектов и предложений. Мы проводим очередную встречу с активом Балаклавы, как я и обещал. Была встреча в Гаринском районе в плане подготовки плана мероприятий по поручению президента перспективы развития города Севастополя на 2013 год. Мы послушаем людей, зададут вопросы и в соответствии с их предложениями формируем план действий по поручению президента, которые были подписаны после его приезда. Все перспективы, конечно, невозможно оторвать от действующих программ в плане того, что перечень объектов постоянно корректируется, в том числе и по заявкам районных советов, жителей, на основании просьб депутатов. То есть, постоянно живой, дышащий организм – это и программы «Светлый город», и программа «Дороги», и программы «Канализование», «Питьевая вода». То есть, то, что необходимо для города. И вот то перевыполнение бюджета, которое мы ожидаем, оно тоже пойдёт на решение социальных и важных для города жизни обеспечивающих вопросов. Одна из важных проблем для Балаклавы – завершение строительства очистных сооружений. По словам Сергея Савенкова, этот вопрос будет решён уже в следующем году. Проектирование главных очистных КОС «Южных-1» у нас заканчивается, и заканчивается проектирование очистных балаклавских. На следующий год по доручению президента должны быть выделены деньги, иначе это строительство. В ходе официальной части начальник городской милиции Александр Гончаров представил нового руководителя Балаклавского районного отдела ОМВД, полковника Александра Рожкова. Заслуженным людям района губернатор Владимир Ацуба вручил государственные награды. Руководитель хореографического ансамбля «Радость» Виктор Гоцуленко получил орден за заслуги второй степени. Татьяна Гоцуленко, которая работает в этом же коллективе, орден княгини Ольги в третьей степени. А Татьяна Михно – знак, подтверждающий звание заслуженного художника Украины. Кроме того, в ходе общения руководители города жителями Балаклавы последние озвучили проблемы, которые их наиболее волнуют. А чиновники со своей стороны обещали оказать содействие в их скорейшем решении. Олег Савченко, Денис Александрович. Программа «Наше время».